Сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию России. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев проголосовал утром. На участке два ящика. Это на предварительное голосование один ящик, на второй уже на 1 июля для проведения основного голосования. В голосовании на дому предусмотрено три переносных ящика. На участках обстановка напоминает обычные выборы. Члены комиссии выполняют все необходимые процедуры. Вот только к правилам безопасности прибавилось еще несколько. Измерение температуры, обработка антисептиком, полутораметровая дистанция, требования обязательны для всех. Временно исполняющему обязанности главы Чуваши пришлось даже надеть вторую пару перчаток. Кроме того, избирателям будут выдавать и маски, и ручки. В остальном все как всегда. Бюллетень, который надо заполнить и опустить в урну. Важно, что по закону всенародное голосование за поправки в Конституцию не требуется. Однако гражданам России предоставлена возможность высказать свое мнение. Тем более, что в основной закон закладываются главные гарантии защиты прав и интересов каждого. Защита его прав через обеспечение социальных гарантий. Защита его прав на предмет принадлежности к той или иной национальности или народности. Ну и, конечно, обеспечение всеми социальными стандартами, прежде всего в здравоохранении. Мне кажется, последнее очень актуально. Потому что впервые голосование проходит вот в таких условиях. И здесь надо отметить несколько моментов. Первое. Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции само голосование растянулось во времени. Второе. За это время народ показал свой объединительный порыв и дух. Мы все объединились, научились очень четко взаимодействовать. И, мне кажется, все те наработки, все те явления, которые сформировались в этот сложный период, нам надо не только сохранить, но и развить. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика.